На данный момент сложно точно сказать, сколько мигрантов в России по состоянию на 2021 год. По заверениям экспертов, в стране находится 10 000 000 иностранных граждан, причем порядка 4 000 000 из них живет здесь нелегально, и еще 860 000, оформив документы, обязавшись выехать ранее. До сих пор остаются в России. Причины и следствия. Количество мигрантов в России могло быть гораздо большим, если бы не был принят закон о запрете въезда в страну для злостных нарушителей миграционного режима. Правительство постановило, приехавшие в Россию из государства безвизового режима могут находиться в стране не дольше, чем 3 месяца в течение полугодия. Человек, задержавшийся в России, без разрешения не более чем на полгода, обязан выплатить штраф и воздержаться от поездок в страну в течение 3 лет. Нарушители, скрывавшиеся от властей в течение 6-9 месяцев, не смогут приехать. В РФ еще 5 лет. Лица, бывшие нелегальными мигрантами более 9 месяцев, попадают в черный список на 10 лет. В результате введения данного закона въезд в Россию стал невозможен для 1 350 000 иностранных граждан, нарушавших миграционный режим. В частности, сразу же после принятия дополнительных мер по контролю за мигрантами, черный список пополнился именами 40 000 граждан Кыргызстана. Описанные выше процессы привели к тому, что в 2015-2016 годах резко возросло количество депортированных из страны мигрантов. Еще в 2021 году таких людей стало на 40% больше, чем в предыдущие два года. Всего за три года из России пришлось уехать 3 000 000 иностранных граждан, прятавшихся от миграционной службы. Количество иностранцев в крупных городах. Более 50% мигрантов оседает в Москве и Московской области, а также в Петербурге и окрестностях. Как не трудно догадаться, в этих городах приезжим намного легче найти работу, в том числе и не требующую официальной регистрации. Только 70% иностранных граждан, нашедших временное прибежище в России, работает на законных основаниях. Большинство этих людей приезжает в РФ из стран ближнего зарубежья, такие приезжие составляют 80% от общего потока, причем треть из них – гости из азиатских стран. В основном это мужчины 18-40 лет, которые хотят прокормить свою семью на родине. Даже федеральные службы не могут дать точный ответ на вопрос, сколько в Москве мигрантов по состоянию на 2021 год. Ясно только, что их количество не уменьшается. Если в 2008 году в столице находилось 1 500 000 официально зарегистрированных приезжих и 1 800 000 скрывающихся от властей, то к 2021 году. В Москве насчитывалось около 3 500 000 приезжих, и в основном это были граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Сравнительно небольшой прирост связан и с тем, что многие мигранты через некоторое время все же возвращаются домой, как по велению закона, так и по доброй воле. Но сколько приезжих все-таки обходит закон и находит себе приют? Очевидно, немало, особенно учитывая, что для оформления официального патента необходимо платить большую сумму, чем в прошлом году. О том, что иностранные граждане успешно скрываются от властей, говорит и количество выписанных штрафов. В России каждый год выписываются взыскания мигрантам на общую сумму более 7 миллионов рублей. Это штрафы как за нарушение миграционного режима, так и за административные правонарушения. Однако взыскать деньги правительству удается только в 50% случаев. Проблемы и успехи мигрантов в России. Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!